В 2000 году, 22 года назад, вышел исторический фильм Ридли Скотта «Гладиатор». История этого фильма началась еще в 70-х, когда Дэвид Франсони начал работу над сценарием. Но в те годы масштабные исторические фильмы были не в приоритете у продюсеров, и сценарий остался лежать без дела. Но когда Франсони познакомился со Спилбергом, то между собой они решили, что по сценариям Франсони будут сняты три фильма на студии Спилберга. Вот тут сценарий «Гладиатора» и пригодился. Продюсерам нужен был режиссер, который бы смог создать убедительный Древний Рим, так как фильм должен был стать не только высокобюджетным боевиком, но и психологической драмой. Поскольку режиссеры такого калибра встречаются редко, продюсеры быстро нашли его в лице Ридли Скотта. Изначально сценарий Скотту совершенно не понравился, и он был намерен отказаться. Но здесь сыграли два важных фактора. Во-первых, карьера режиссера переживала не лучшие времена. Ридли Скотт в последнее время выдавал не лучшие свои фильмы. Во-вторых, бюджет фильма составлял 100 миллионов долларов. А масштабные съемки Ридли Скотту были по душе. На главную роль изначально рассматривался Мел Гибсон, однако актер отказался от предложения. По одной из версий он посчитал, что не подходит герою по возрасту. Также среди кандидатов на роль были Антонио Бандерас и Хью Джекман. Получил ее в итоге набиравший популярность Рассел Кроу, обладавший необходимой мужественностью и харизмой. Отличился он также и кропотливостью в работе. Актер интересовался всеми аспектами истории и характера своего персонажа. Если он не получал от режиссера ответы на волновавшие вопросы, он запросто мог уйти с площадки. И разумеется, при таком отношении Кроу ужасно нервировало то обстоятельство, что сценарий находился в постоянных переработках. Но подобные трудности при работе над фильмом себя оправдали. Роль в «Гладиаторе» стала одной из лучших в карьере Кроу принесла ему Оскар. Когда Скотт предложил роль императора Акомода 25-летнему Хакину Фениксу, тот был в шоке. Прежде игравший только современных парней, Феникс даже представить себя не мог в образе римского диктатора. Но режиссер счел, что актер сможет изобразить то сложное сочетание коварства, слабости, развращенности и бесноватого мужества, которое представлял собой Комод. И Скотт не прогадал. Ключевую женскую роль исполнила датчанка Кони Нильсон, которую Скотт выделил за ощущение особого аристократизма и ума. Также примечательно, что фильм стал последним в карьере великого британского актера Оливера Рида, которого не стало из-за сердечного приступа в процессе съемок. Сценарий переписывали более десяти раз. Окончательный вариант и первый сценарий, созданный в 1997 году, вообще не имеют между собой ничего общего. Готовясь к съемкам, Ридли Скотт посетил множество исторических мест в Италии, Франции, Англии. Посетив настоящий Колизей, Скотт отметил для себя его достаточно небольшие размеры. Поэтому, разрабатывая макет декораций, он увеличил реальные размеры сооружения чуть ли не в два раза. Для съемки начальной битвы были построены катапульты в реальную величину и весом около тонны. Пущенный из нее снаряд поражал на расстоянии 140 метров, хотя, по историческим данным, настоящие катапульты стреляли на расстояние 250-300 метров. Съемки «Гладиатора» проходили с января по май 1999 года в трех основных местах. Сначала снимались открывающие батальные эпизоды в германских лесах. Над ними группа три недели работала в Англии. Еще три недели съемки велись близ города Варзазад в Марокко. Местные локации подошли для сцены в пустыне, а также здесь были возведены некоторые декорации, в том числе кирпичный провинциальный амфитеатр. Над римскими эпизодами команда трудилась на Мальте. Здесь был задействован форт Рикассоли и воссоздан целый античный городок с рынками, статуями, колоннадами, а также нижняя часть Колизея. Колизей был построен по схеме, которая с тех пор стала стандартной для Голливуда. Сооруженный декораторами реальный низ около 16 метров в высоту и нарисованный на компьютерах виртуальный верх еще примерно 30 метров с виртуальными зрителями. Это позволяло снимать крупные и средние планы, не связываясь с дорогими эффектами, а на общих планах демонстрировать тот размах Колизея, который было сложно обеспечить вживую. Для батального эпизода в начале фильма понадобилось размножить катапульты и гигантские арбалеты, поскольку в действительности на площадке их было лишь по две копии. На крупных планах добавлялись стрелы в воздухе, для общих дублировались войны и их оружие, огни, взрывы и дым. В битве была задействована относительно небольшая массовка 500 человек. Конечно, приглашая реконструкторов, никто не ждал, что они придут со своими доспехами и своим оружием. Все это надо было не только придумать, но и произвести, порой вручную, а затем раздать членам массовки и проследить, чтобы реквизит в конце работы был возвращен на место. А так как в самых размашистых сценах участвовали сотни и даже тысячи статистов, то вместо костюмерной комнаты на съемках «Гладиатора» была целая палаточная костюмерная деревня. Одна из самых зрелищных сцен фильма — поединок Максимуса с «Гладиатором-чемпионом» и «Тиграми». Пример тонкого сочетания визуальных и практических эффектов. В съемках эпизода участвовали пять бенгальских тигров, контролировавшихся дрессировщиком, а также использовалось чучело зверя. В роли волка, сопровождавшего Максимуса в сцене битвы с германцами, была использована немецкая овчарка. «Мне приходилось испытывать большие физические нагрузки и прежде, но в этот раз это было слишком», — сказал в интервью Рассел Кроу. «Знаете, я никогда не думал о том, через что мне придется пройти, когда соглашался на эту роль. И в середине съемок я стал жалеть, что не согласился на роль кондуктора в автобусе». Нестандартной для создателей спецэффектов стала задача цифровой замены актера. Подобной практики в мировом кино на тот момент почти не было. Скотт не стал переснимать с другим актером сцены умершего Оливера Рида, предпочтя иное решение. Судьба героя была изменена. А чтобы воссоздать актера примерно на две минуты экранного времени, были привлечены актеры-дублеры и цифровые технологии. Впервые фильм показали 1 мая 2000 года в Лос-Анджелесе. Широкий североамериканский прокат стартовал через 4 дня, а еще через 2 недели ленту стали крутить в Европе. «Гладиатор» победил в 5 из 12 номинаций премии «Оскар» — лучший фильм, лучшая мужская роль — Рассел Кроу, лучшие костюмы, лучший звук, лучшие визуальные эффекты. А также фильм собрал в прокате 457 миллионов долларов при бюджете в 103 миллиона долларов. И на сегодня у нас все, ребята. Подписывайтесь на канал обязательно и про лайки с комментариями не забывайте. Всем спасибо!